Абсолютно важнейшая новость последних дней Американские даже, а российские олигархические СМИ Прочитав, о чем именно этот закон Становится понятно, почему это вышло именно так Фактически, это смертный приговор Почти всему крупному российскому бизнесу И, вероятно, режиму Владимира Путина Если этот закон примут Россия в ее нынешнем виде точно не выжить Нынешний режим либо очень сильно изменится Либо вообще перестанет существовать Я почитал, посмотрел И, в общем, думаю, разобрался О чем этот акт Сейчас я вам расскажу У него там несколько пунктов Или, если хотите, направлений Но все они соединены общим смыслом Нужно жестко наказать И ослабить Кремль за его нехорошее поведение В самых разных сферах И вот эти пункты Первый, так сказать, бюрократический Авторы законопроекта хотят спаять Самые разные санкции против РФ В единую систему В цельный и непротиворечивый пакет Теперь это будут не отдельные меры По разным поводам А единая политика США в отношении Российской Федерации Кроме того, в законе предлагается создать в Госдепартаменте США Совместный с Минфином орган Который будет следить за неукоснительным соблюдением санкций Он же будет принимать необходимые оперативные решения По разным сложным вопросам Рабочее название этой структуры Санкшенс офис То есть санкционный отдел Госдепартамента Второй пункт этого законопроекта Банковский Документ фактически предписывает закрыть доступ к любым операциям с долларом США К крупнейшим госбанком РФ И заморозить их американские активы Названия этих банков в законопроекте перечислены Сбербанк, ВТБ банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк Тут надо отметить, что если какой-либо банк планеты не может проводить операции с долларом То есть с главной резервной валютой мира То это уже не банк, это уже что-то другое Акции таких организаций тут же превратятся в мусор Вкладчики побегут выносить оттуда свои деньги И их кредитные карточки вкладчиков перестанут работать А поскольку эти банки системообразующие Рухнет вся российская банковская сфера Если называть вещи своими именами, это просто банковская катастрофа Есть еще и третий финансовый смысл Законопроект предписывает американским компаниям, банкам и частным лицам Прекратить все операции с новыми российскими госдолгами Это окончательно добьет российскую финансовую сферу Смотрите, и российским банкам, и российской власти Старые долги как-то надо отдавать Обычно это дело занимают новые средства на рынке Но когда это будет запрещено, то отдавать долг будет нечем Итог это быстрое банкротство и смерть этих финансовых организаций То же самое в общем касается и государства Чтобы не объявлять дефолт, придется запустить руку в золотовалютные запасы страны А там уже все украдено Но это еще так, разминка, дальше идет интереснее Четвертый пункт, нефтегазовые санкции Авторы американского законопроекта предлагают наказывать и отлучать от работы в своей стране, то есть в США Любые компании мира за участие в российских энергетических проектах стоимостью больше 250 миллионов долларов Это за пределами РФ и более 1 миллиона долларов самой России Это означает конец Северному потоку-2, да и любым другим потокам тоже Как строящимся, так и еще только проектируемым Это, видимо, приведет к замене европейцами российского импортного газа на американский Рынок для Газпрома будет утерян надолго, если вообще не навсегда Дальше закон запретит кредитование и поставку оборудования и технологий российским газовикам и нефтяникам Это означает постепенную остановку российских добывающих мощностей Самой России просто не производят технику, которая нужна для добычи все более и более сложной нефти Понимаете, кредитных денег не будет, банки полопаются, у государства карманы пустые При этом американские санкции будут быстро и верно душить еще и нефтегазовый сектор, то есть главный источник валюты для РФ Удушение будет инфраструктурным, финансовым и технологическим Нравится? Я думаю, да Есть еще и пятый пункт, персональный, так сказать Директору национальной разведки США законопроект поручит начать усиленные поиски личных богатств Владимира Путина и членов его семьи и друзей Включая всяких там, наверное, виолончелистов Информация о наворованных ими богатствах будет публиковаться, а сами эти денежки изыматься Тем более, что Путин наверняка будет говорить Это не мои миллиарды, но раз не твои, то заберем себе никаких проблем Американский Минфин должен будет уточнить мартовский еще кремлевский список олигархов, генералов и чиновников, подпадающих под американские санкции Там, я напомню, есть открытая часть списка, а есть и закрытая, секретная Многие российские богачи очень боятся, что их имена и фамилии есть во второй части, в секретной Вот будем надеяться, что не зря они боятся По-хорошему, их вообще надо бы от Запада отлучить и их родственников тоже Скорее всего, этот кремлевский список будет существенно расширен за счет людей, выказывающих поддержку оккупации Крыма, например А это практически вся российская элита Ну и пока последний, шестой пункт Я бы его назвал вишенкой на торте Если закон будет принят, то Госдепартамент США будет обязан рассмотреть вопрос о признании России государством-спонсором терроризма Если это произойдет, а почему бы и нет, то все те санкции, о которых я только что сказал выше, покажутся лишь детскими шалостями В этом случае, в случае объявления России страной, поддерживающей терроризм, американцы запретят вообще любые контакты с этой страной Вплоть до отключения ее от системы SWIFT, до закрытия посольства США и запрета на прямое авиасообщение с Россией Вот это уже уровень Ирана, где сейчас почти каждый день в разных городах страны идут голодные бунты В законопроекте есть еще и чисто американские штуки, вроде запрета этой стране на выход ее из НАТО Это явно камень в огород Дональда Трампа, который несколько раз действительно что-то такое мямлил Но нас, конечно, больше интересует санкционная часть Многим, наверное, будет интересно, насколько высоки шансы на принятие такого закона в США Ведь Трамп же против, он прямо говорил, что с Россией надо строить, как он говорил, нормальные отношения К счастью, мнение президента тут ничего не значит Как показывает опыт за максимально жесткие меры против Кремля, конгрессмены и сенаторы голосуют дружно, почти единогласно и невзирая на партийные различия Более того, в случае необходимости они запросто преодолеют президентское вето Перед выборами в Конгресс, которые состоятся, я напомню, в ноябре, голосование будет еще более консолидированным Всем политикам всегда очень хочется показать, какие они жесткие и суровые, а тут просто идеальная возможность для этого Тут я еще хочу сказать несколько слов о реакции самой России на анонс вот этих новых санкций Государственные СМИ просто молчат, как партизаны Ничего не говорят, чтобы не пугать простой народ и не создавать панику А чтобы этот самый народ не побежал случайно свои вклады из банков забирать Дело доходит даже до смешного, когда какой-нибудь слушатель дозванивается на радио и задает об этих санкциях вопрос Его тут же вырубают из эфира Просто не хотят, чтобы, не дай бог, эту новость узнал кто-то еще В интернете ольгинские тролли все-таки работают, там публика более осведомленная Так вот, у них новая методичка Они говорят, что в случае принятия этих санкций может начаться новая ядерная война Это, я думаю, едва ли, но если этот американский закон действительно будет принят То серьезный кризис, и не только экономический, России точно будет обеспечен И тут будет очень важная реакция на все эти события со стороны путинских бояр У них тут два варианта действий Первый, сравнительно безопасный Лишиться почти всех своих богатств, своей свободной и счастливой жизни на Западе И вообще туда больше никогда не ездить Но при этом сохранить верность Владимиру Путину Второй вариант очень рискованный Это дворцовый переворот против царя Если этот царь будет изгнан из Кремля, то Запад точно ослабит смертельную хватку санкций В Вашингтоне тоже никто не хочет нестабильности в огромной ядерной державе Поэтому добивать не будут Но вот Путина американцы точно больше терпеть не хотят И последнее, что я хочу сказать по этому поводу Я думаю, что где-то осенью Конгресс примет закон о санкциях А в силу он должен вступить в течение 120 дней со дня принятия То есть примерно, ну плюс-минус к Новому году Я думаю, для всех нас это будет отличный новогодний подарок